здравствуйте дорогие друзья приветствуем вас на нашем youtube канале и сегодня у нас в гостях замечательный человек в аккуратный чемпион россии в дисциплине ловля карпа а также чемпион россии в дисциплине фидер наш дорогой друг александр нитьевский привет саша всем привет сашу мы знаем долгие долгие годов уже больше 10 лет мы с ним знакомы и меня всегда интересовал вопрос и я знаю что не только меня но все об этом стесняются говорить почему-то саша сколько тебе лет ты всегда такой молодой подтянутый атлетически сложены молоды конечно выгляжу все благодаря рыболовному спорту свежему воздуху и всему такому прочему мне 42 года полных это шок да для многих и для меня кстати есть шутки на эту тему как бы но мы не будем нет я знаю только приличную шутку что время проведенное на рыбалке не идет как бы зачет возраста я думаю это как раз санчо да вот яркий пример видите пошли мы есть стереотипы что он карпянники рыболовы там это пивные животы там я не знаю на рыбалке непонятно что делают нет друзья рыбалка это спорт поэтому ходите в 42 года выглядеть мощно молода как санчо занимайтесь рыбалкой и у побольше удилищ в руки ничего другого с разными людьми я общался то как приходил именно в рыбалку именно в рыболовный спорт вот интересно с чего началось твое общение именно с рыбалкой что стало потом основой для твоих каких-то спортивных достижений рыбалка как и многие с детства то есть у меня оба дедушкой были рыболовы вот с ними там периодически ездил но так уже прям активно любительски наверное лет с 25 то есть не так рано начал заниматься прям увлекаться прям уже там какие-то удочки покупать фидерные удилища какие-то такие вот мне там друг должен половить начинал там у меня были обычный там балабаса их называют там крокодилы там с колокольчиками и тоже не раз другом ездил на рыбалку не был фидер вот и евро за чуду тебя палкал так кончик вы там непонятно тоника у меня там три балабаса я там разложился все хорошо он ловит эффективнее гораздо меня ею да не буду на ловлю и так нет и как-то он так хитро меня очень обыграл сейчас на машину сходить посмотри за удочка и пошел машину я смотрю удочка дергается подошел раз и ощутил все прелести вываживание рыбы хороший карась это было помню на федоровском гидроузле карась такую на удочку на приятную и вот с этого момента я понял что надо уделять внимание снастям изучать и дальше все пошло очень быстро стремительно появились на фидера потом спиннинг тоже там я там товарищ тот же спиннинг в только спиннингом улегся тоже вот у меня же лодка была там надувная потом через год кастрюля уже там металлическая лодка кастрюли бы называют и пошло поехало начало твоей именно вот рыболовный в современном смысле этого слова деятельность это пришлось это на начало двухтысячных годов 2000 может быть пятый четвертый ну в общем да где-то в этом время первые твои соревнования наверно были тоже по фидер то есть именно спорте как спортсмен ты сначала пошел в этот в эту дисциплину ну потому что она более развитая была потом я уже активно заниматься ну прям рыбалка уже появились фидераки это удилище более-менее похоже на приличные снасти и стал туда отца втягивать рыбалкой мы стали вместе на рыбалке ездить и потом проводили соревнования перволюбительские на базе рыболовная база у ракотянского олега карпомании на речке мы там раньше много проводили там совместных всяких в формате кубанского карпового клуба мероприятий и там были любительские соревнования для всех дисциплин кто на что хочет тот на той ловит поплавок фидер там общий вес и мы поучаствовали первый раз в таком соревновании на фидер поймали карпа заняли третье место и вот недавно как раз перебирал фотографии нашел прямо фотографии такой памятна это было на 2009 наверное год вот и после этого уже стал уже посматривать на спорт уже там почувствовал этот вкус борьбы адреналин там изначально получается товарищ в тебе разжег азарт именно интерес к новым снастям то есть у меня соревновательный дух у тебя еще тогда возник и первоначально а потом уже на первых соревнованиях возникло желание ловить а в какой момент времени я думаю что многие тебя наверно знаю даже больше как карпятника чем как фидериста хотят александра у нас один из немногих я не знаю сколько в стране таких людей но я думаю что буквально до 10 я думаю спортсменов может быть чуть чуть больше а кто в разных видах рыболовного спорта стал чемпионом россии саша чемпион россии в командном дисциплине в карпе и фидере в карповых регалиях я еще знаю серебряный призер личном зачете это на водоеме павловский где мы вместе с ним выступали в 2000 наверное девятнадцатом году занимал серебряные медали для меня очень интересно как происходит а добавление одной из рыболовных дисциплин к фидеру как добавляется карп а потом наоборот к карпу фидер как это происходит ну надо наверное все таки сказать как я в карпа пришел да то есть этот этап обсудили когда прям там увлекся прям рыбалкой стал понимать что такое удилище потом я помню этот момент был у нас магазин карпер всем известно еще на ростовском шоссе в краснодаре и отец как-то получил премию и говорит слушай давай карповые палки купим у нас были фидера мы довели на фидера только и слушай да это же целая тема там катушки палки сейчас туда потратим кучу денег и на самом деле отец на стоял говорит слушай все там есть заначка как бы надеюсь мама простит нам эти прегрешения там и мы поехали в карпер там был еще дима нечаев спустили там сразу папину всю премию купили удочки там шелтер который до сих пор еще у меня действует чабовский шелтер уже сколько лет прошло 2009 или 10 качественные вещи и все мы купили вещи в этот сезон начали ловить карпа уже стали ездить смотреть как соревнования это еще ваннацима они проходили ивановская помню местные да и и с плавей с папой ловили там карпов рядом на умышастоке помню где-то я знал что соревнование проходит бюрю поехали посмотрим проехали посмотрели там как ловят рыбу и уже очень очень быстро там уже на следующий год мы стали выступать впервые с отцом вместе в карпе потом отец в тренерскую работу перешел мне появился напарник и пошло 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 поехала уже на лет 5 я ловил активно в карпе и И даже уже, скорее всего, я уже был мастером спорта в карпе, потому что мастера спорта я выполнил в 2015 году в Кущевке, став в команде серебряным призером. То есть не только в личке, мы были еще в команде. На Глебовке, на водоеме, тоже легендарном, которого уже нет. Но в целом, кто занимается рыбалкой, как правило, любит ее во всех проявлениях. Вот я, наверное, яркий пример. Я люблю рыбалку во всех проявлениях. Иногда на спиннинг половить, иногда на фидер, иногда на карпа. И по фидеру это был тоже такой элемент спора. Проводился в те времена, по-моему, еще кубок Миненко. Приглашали соревнованные спортсмены. И был формат ловли и фидеристов, и поплавочников, и все это в рамках одного соревнования. И я что-то уже стал на фидер по другим углом смотреть, с точки зрения именно спорта. То есть уже был любительский фидер, перерос в карповый спорт, а карповый спорт уже перерос в фидер. Я говорю, Петр Васильевич, хочу бы участвовать в соревнованиях. Он говорит, да у тебя шансов нету, там 40 человек фидеристов участвуют, там и спортсмены, и любители. Я говорю, я все равно хочу, мне уже интересно, я уже понял, как там темповать, там все это делать. И мы с ним поспорили, он говорит, слушай, ну зайдешь в десятку, там я тебе куплю как бы все оборудование. Там вот удилища, комплект катушек, и мы прям зарубились. И я еще начинал там еще без удилищ, там у меня любительские фидера старые. И в общем на этом соревновании 40 человек я занял пятое место, первый раз участвовал в этих соревнованиях фидерных. Петр Васильевич, конечно, задержал слово, сегодня купил там фидера спортивные. И вот с этого такого момента прям я уже стал заниматься фидерной ловлей, плотно в соревнованиях участвовать, интересно. То есть ты смотришь на поведение рыбы, на подачу корма, там изучаешь, как там физика корма влияет на привлечение рыбы. И что-то из фидера я в карп брал, там при работе, например, со стиками, да, там с физикой при кормке. Что-то из карпа брал в фидер, то есть получается, ну как бы усиливал, усиливал свои знания и компетенции как бы в обоих видах ловли. Ну вот, ловля в двух дисциплинах. Ну и как бы для нас был волшебный год 21-й, тебе известный. Вот когда тоже мы по карпу зачемпионили, я вернулся, две недели, другой водоем, другая команда. И по фидеру в один год, сравнится две недели в двух дисциплинах, стал чемпионом России. Дорогие друзья, поздравляем вас с наступающим новым 2024 годом специально для подписчиков нашего YouTube канала. Мы решили сделать небольшой розыгрыш трех комплектов нашей продукции, которая поможет вам в ваших рыбалках в новом 2024 году. Условия конкурса будут просты, победителей мы объявим на нашем стриме. Для того, чтобы участвовать в нем, вам нужно всего лишь быть подписанным на наш YouTube канал, поставить лайк под этим видео и написать любой комментарий. Ждем вас всех на нашем новогоднем стриме. Удачи! Сколько ты в общей сложности в сезонах спортивных по фидеру провел? Не смотрел никогда? С какого года именно как спортсмен в фидерном движении принимал участие? Сезонов много. И, наверное, как в любой дисциплине, в фидере, чтобы хорошо как-то ловить, показывать результаты, нужно провести... Фидеристы называют это культурно попа часы. То есть, сколько ты времени просадишь на платформе, на природе и будешь ловить рыбу. От этого будут зависеть твои результаты вообще на соревнованиях. Чем больше ловишь, чем больше тренируешься, тем у тебя лучше результаты. В карпе, в принципе, то же самое. Но только в фидере, фидер в этом плане, как поплавок, дисциплина такая более равномерная, что можно сказать. Если в карпе очень большая роль еще жребия, понятно, что там мастерство, удача, там все остальное, но еще и жребии, да, там бывают сектора, например, там мелководные, мелководные зимой, как бы, где рыбы там просто нет, ты там выше головы не прыгнешь. В фидере там более такая вариативная рыбалка к оплавке, ты можешь разную рыбу ловить, там мелкую, крупную, разной дистанции, там. Поэтому фидер такой, он более, более интересный с точки зрения вот индивидуальной работы, там вот прям посидеть, половить, как бы разобраться, там. Ты принимаешь участие в соревнованиях самого различного уровня, там во всероссийских побеждал в разных дисциплинах. Поэтому вот для тебя, как спортсмена, где ты считаешь уровень конкуренции на данный момент выше? Где сложнее себя, может быть, проявить в карпе или в фидере? Ну, тут от цели зависит. То есть я всегда считал, что там, где больше конкуренция, там, где ты ловишь с более сильными спортсменами, ты свой уровень прокачиваешь. Вот, поэтому, ну, мне нравится всегда идти туда, где есть высокая конкуренция. Если брать, например, там, муниципальные соревнования, мне кажется, что в фидере конкуренция выше. Почему? Потому что там фактор везения меньше. То есть новички, которые приходят, например, в спорт и участвуют в муниципальных соревнованиях в карпе, тот фактор, там, удачи, о котором мы с тобой говорили, да, там, стал крайний сектор, например, мелководный, и у тебя, конечно, есть больше шансов, там, показать какой-то результат. Даже имея, там, меньше опыта, чем, там, более сильные команды в других секторах. То есть проще, рассчитывая на удачу в карпе, там, добиться каких-то регалий, каких-то разрядов, но это все в рамках муниципальных соревнований. Все-таки уровень всероссийских соревнований, там, или коровьих соревнований, он намного выше, там уже не прокатит. Поэтому, если вам просто, как бы, медальки нужны, да, ну, там, половите в карпе, там, в какой-то момент встанете в крайний сектор, поймаете, там, или биг фиш, когда будет мало рыбы, да, там, ну, есть шанс. Но если вы хотите расти, как спортсмен, как профессионал, то надо участвовать в соревнованиях, где больше людей, больше команд, где сложные условия ловли. Ну, и тут уже, у кого, как бы, душа к чему расположена. Потому что есть, прям, закоренелые карпятники, есть, там, фидеристы до мозга костей, там, спиннингисты. То есть мне нравится вся рыбалка. Я даже про поплор подумаю. О, поплорок тоже мирная рыба, а с хищником, как у тебя дела? Вот я почему спрашиваю, вот многие говорят, да, вот если человек рыбак, то ему вся рыба в руку. Кто бы что ни говорил, наверное, есть какая-то предрасположенность. У тебя с хищником как обстоят дела? На ты, на вы? Ну, вот до того, как я стал плотно заниматься именно спортом рыболовным, я очень хищника любил. И только в прошлом году лодку продал. То есть у меня была лодка, большая, там, Крым, тридцатка. Ну, потому что, на самом деле, не хватает времени на все. Половить хищника я всегда с удовольствием. Там, пойти по весне, покидать, там, спиннинг, как у ней половить. В Лиманах давно очень не был. Ну, в целом, нравится мне эта рыбалка, но как спорт я... Ну, получается или нет? Мы сейчас говорим не как рыбалка, а не как... Получается, получается, конечно. То есть у меня есть все снасти, там, все приманки. То есть я понимаю, там, ну, чем это сейчас за приманки. Там резина, воблеры, там, попперы поверхностные, там, тонущие приманки. То есть с этим все хорошо. Все хорошо, все понимаю, с удовольствием ловлю, когда такая возможность есть. Там и на Волгу, там, езжу, и в наших краях. Ну, временной возможности сейчас, к сожалению, нету. Везде ловить, поэтому... Нет, ну, конечно. Когда много соревнований, много соревнований в одной дисциплине, в другой, плюс еще выездные рыбалки. Понятно, что время ограничено. Вот. И в связи с этим тоже вопрос. В какой момент времени ты понял, что рыбалка – это круто, это хобби, это понятно, но ты вот хочешь связать с ней жизнь? Это ведь во многом, как бы, практический вопрос. Говорят, там, да, чем профессиональный спортсмен отличается от спортсмена любительского. Не профессионализмом и не мастерством, а тем, что профессиональный спортсмен тот, который своим видом деятельности зарабатывает себе на хлеб. Поэтому Саша в этом смысле является дважды профессиональным спортсменом и профессиональным еще и любителем. Вот. Поэтому когда у тебя этот произошел момент? Я скажу, когда момент произошел. Знаешь, что у рыбаков есть такая поговорка – если работа мешает рыбалке, брось работу. Интересно, какую ты работу бросил? Да. Ну, я, как бы, всю жизнь, в целом, работал в продажах. Я работал оригинальным менеджером достаточно долго, 8 лет. То есть западная компания, все в белую. И в этот период я уже увлекался с рыбалкой активно. И мы познакомились тогда, ну, как раз активно, у нас там Карповый клуб Кубанский, там вся движуха, мы тут общались, ловили. Я там по соревнованиям брал отпуска. И уже тогда мы с Петром познакомились, с Миненко, да. И я, как бы, активно, наверное, года полтора помогал ему, там, со своими какими-то мыслями, со своими новшествами, там, с мерчендайзингом, со стандартами. Все, что я знал, там, в продажах, там, FMCG, ну, именно в пищевом сегменте, там, реализовывать здесь, в рыболовном. В какой-то момент мы сидели, общались и поступило предложение, слушай, как бы, ну, тут все полезно, ценно, как бы, нужны здесь продажи, нужна экспертность. Давай, как бы, не только там в формате помощи, да, в формате, там, полноценной работы. И таким образом я упал, как бы, в компанию Миненко уже, в которой проработал 10 лет. Вот, наверное, в этот момент, как бы, я и стал профессиональным спортсменом, потому что пришел, ну, в целом-то, не только в спорт, а пришел в компанию работать на должность коммерческого директора, заниматься продажами. Ну, так в России сложилось, да, что у нас продвижение и популяризация, там, продукции, в том числе, идет через спорт. Ну, мы пришли в спорт не потому, что, как бы, это нужно делать, а потому, что это нравится, это любили, там, этим занимались. И это накладывалось на бизнес, то есть усиливало бизнес. То есть была такая вот синергия хорошая. Интересно. Да, и казалось, что, как бы, все, и работа, и хобби в одном флаконе. Скажи, ну, самое, самое досадное поражение и, может быть, самая такая воодушевляющая победа. Вот такие два полюса от очень, очень грустно до счастлив, готов заплакать на пьедестале. Были такие победы? Да, такие моменты были. Особенно, конечно, такие моменты чувствовали сильно в начале пути спортивного, да, когда, там, не хватало до призового места, там, одной рыбы, например, да, или, там, по рыбам ровно, там, не хватило какого-то веса. Таких было много случаев. Конечно, чем больше ты занимаешься спортом, ну, тем ты более стойко переносишь такие моменты, вот, но они, конечно, были. Один из самых ярких моментов, которые прямо победные, да, можно отметить, это как раз, когда мы становились серебряными призерами в личном зачете в Павловском. Мы стояли, по-моему, в 17-м секторе. Да, да, в 17-м секторе. И сильно очень рубились с 24-м, который напротив. А там стояли как раз-таки нарыжные ингельгард, вот, в команда сильные. Это сейчас для маленькой ремарка. Это одни из тренеров и руководители секции по ловле карпов в Ставропольском карповом клубе, в Ставропольской федерации рыболовного спорта. Да, они очень хорошо ловили в тот период, сейчас они больше на тренерской работе, да, ну, прям, они сильные спортсмены. И у них хороший сектор был, и мы прям с ними бодались, там, очень-очень люто. И уже прям вот финишный день, мы проигрываем, там, буквально, ну, там, две рыбы, там, буквально. И уже остается, там, минут, наверное, 15 до финиша у нас в точке какая-то там пауза не клюет. И мы там перебрасываемся, и одну палку просто, там, давай уже, там, бешеный стик, там, по ощущениям, раз, по ощущениям, между точками кидаем, вторую в точку. И у нас дуплет, прям перед финишем дуплет. То есть мы берем обе рыбы, и как раз там, на несколько килограмм их обходим. Это было так, конечно, очень эмоционально, ну, потому что прям, ну, тяжело было прям две рыбы отыграть, прям, думаешь, и тут дуплет, прям, их не так много бывает. Ну, вот, это прям вот такие, я помню, яркие эмоции. Ну, конечно, хорошие эмоции, яркие были, когда мы еще в Питере в том году зачемпионили. То есть последний день тоже, когда мы там командой четвертого, там, до второго места балансировали, да. И в конце тоже, там, хорошие рыбы взяли, нужные, важные, там, и вы подтянулись, там, и мы подловили, и, там, вырвали победу, потому что нас уже списывали в последнюю ночь со счетов. В утиле, в утиле. Да, 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 это было тоже феерично. Да, жалко, в этом году чудес не произошло, но всегда не может, наш спорт, он всегда связан и с победами, и с поражениями, сложно и в командном турнире, и в личных турнирах держать высокую планку. Когда-то это, получается, сделать лучше, когда-то хуже. Хороших карпятников, их надо оценивать не по турнирам даже, да, а, может быть, по сезонам, по одному сезону, по двум сезонам. Почему? Потому что, вот Саша говорил раньше, фактор сектора. Фидере это в меньшей степени влияет, там, и люди ближе друг к другу расположены, ну, и особенности ловли, да, что можно к определенному виду рыбы подобрать определенную прикормку, тактику ловли. Как ты относишься к оценке спортивных соревнований? Ты как вот сезоны оцениваешь или каждый отдельный турнир, это как маленькая жизнь, да, спортивная? Тут важная ремарка, да, что в фидере еще есть зональность, то есть это все пытаются в карпе внедрить, но это так не работает, как в фидере. То есть даже если в фидере ты попадаешь, там, в какую-нибудь сложную зону, например, мелководную, да, у тебя все равно есть, как бы, зона, и ты, там, борешься, там, среди, там, 15 человек, например, в своей полузоне. И ты можешь ловить, как бы, в три раза меньше, чем соперник, там, в другой зоне, да, но в своей зоне ты будешь первым, и ты все равно будешь бороться за места. В карпе это все пытаются внедрить, но это пока, к сожалению, так не работает, как вот в фидере или по плавке. В целом, конечно, нужно считать не соревнованиями, а сезонами, конечно. То есть смотреть на общие результаты команды. Какая у тебя спортивная мечта есть у тебя? Ну, конечно, была мечта когда-то. То есть ты уже выиграл все, править в глаза, ты уже выиграл в командном зачете, в одной дисциплине, в другой дисциплине. В личном зачете стал серебряным призером чемпионата России. Что тебя мотивирует принимать участие в соревнованиях и бороться? И что тебя двигает? Ну, мне в целом нравится участвовать в общей ловле и вот этот азарт. Конечно, нравится побеждать и, наверное, вкус победы его очень тяжело утолить. То есть тебе все равно хочется этих ощущений, стоять на пьедестале, читать комментарии, поздравления. Такое, знаешь, тщеславие. Никто этого не решил. Здоровое тщеславие, да. Я не говорю про корону, но это приятно, когда ты показал результат. Ну, в целом и собой доволен, и люди тебя поддерживают. То есть это всегда приятно и этим тяжело насытиться. Поэтому мне это нравится. Конечно, ты всегда думаешь о каком-то наследии своем. Я вспоминаю чемпионат России, когда мы выиграли по фидеру после карпа. Мы первый тур отыграли очень хорошо и идем на первом месте. Вот, и второй тур, я прям вспоминаю эти эмоции. У меня как раз там сын маленький. И думаешь, блин, вот, знаешь, такой момент истинный. Что ты будешь сыну рассказывать или внукам, да, что ты там чемпион России или ты двукратный чемпион России. Блин, ну это же разные совсем там результаты, да, и ты в двух дисциплинах. Я прям помню, как, знаешь, так настраивался перед вторым туром и просто потом там садишься в тур, как бы шторки опускаешь, там, и, ну, слава богу, все сложилось. Сложно переключиться с концентрацией, когда вот тебе есть там в фидере сколько тур идет? Пять часов. Пять часов в фидере или 72 часа в карпе? Что сложнее тебе дается? Вот именно как спортсмену, как человеку? Ну, понимаешь, сложнее, наверное, в фидере. Почему? Потому что в фидере, если ты сделал какую-то ошибку, у тебя, скорее всего, уже будет очень мало шансов ее исправить. И, как правило, там кто на треневке разобрался, попал в рыбалку, почувствовал рыбу, понял тактику, со старта начинает ловить, потом догнать очень тяжело. В карпе там иногда прощаются такие вещи. То есть ты что-то не разобрался, начинаешь перестраиваться, там, поменял точки, например, да, и гораздо больше шансов, если ты все правильно сделал, разобрался догнать какой-то результат. Потому что рыба может подойти, стадо может подойти в это большое, да, ты можешь получить поклевки. Мы это часто наблюдаем в соревнованиях, когда там вроде команда где-то в серединке, потом бах, там, выстрелы в одну ночь там. В фидере такого нет. Поэтому максимальная концентрация со старта должна быть, то есть на тренировках разбираться, понимать, что ты делаешь, верить в тактику свою. Потому что бывает, ты со старта можешь не ловить. Кто-то там ловит мелкую рыбу, а ты ждешь крупную, например. Но ты веришь, ты понимаешь тактику, все равно, то есть нельзя там уходить с точки, например, ты там кормишь, 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 потом бах, там, за час до финиша ты ловишь там кабанов, лещей и выиграешь. То есть там разные тактики, ну, права на ошибку нет. Ну, уйдем от темы спорта, от темы, может быть, каких-то выездных рыбалок. Скажи, Саш, а у тебя вот сейчас какие планы? Ты сейчас, выражаясь футбольным языком, свободный агент. Вольный стрелок. Вольный стрелок. Сейчас у нас межсезонье соревновательное, поэтому ты не озадачен вопросами, как поймать больше рыбы на фидер или как поймать больше карпов в карфишинге. Поэтому чем ты сейчас занимаешься и что тебя сейчас интересует? Не, ну, в целом рыбалкой я и зимой интересуюсь. Слава богу, мы живем в теплых краях и на тот же фидер, вот понимаешь, в чем еще плюс фидера, вариативность. Можем зимой ловить, да, если у нас льда нету, мы ездим. Льда у нас нету никогда, да? Ну, очень редко, да, то есть мы ездим и карпов ловим на платниках, да, там и карасей. Поэтому зимой тоже, думаю, рыбалки. В целом спорт бросать не планирую на следующий год, хочу выступать. В каком формате будет видно попозже. Ну, в идеале хотелось половить, если не получится, допустим, в карве половить, да, на всероссийских, то есть хочу тренером побыть. Надеюсь, пригласят меня в адыгейскую сбору тренером. Ну, а в фидере половлю, как бы будет команда с командой, не будет команды, то сам половлю. Ну, в плане спорта, в плане рыбалки, все у меня без изменений. То есть также рыбалку люблю, буду ловить, ну и радовать всех какими-то своими видео, заметками про свою рыбалку. Саша, ну а что касается твоей работы, твоих, может быть, проектов в сфере рыболовного спорта. Ты сейчас запустил YouTube-канал, смотрю активно, занимаешься им, смотрим твои видео. Поэтому, кто не подписан, обязательно перейдите на канал Александра Нитьевского, мы ссылку оставим в описании. Зайдите, там очень много разных, разного рода рыбалок и фидерных, и карповых. Поэтому отличный контент, добрый, интересный, познавательный. Вот, поэтому, Саша, расскажи о своих проектах, что у нас ждет, к чему готовиться и зачем следить. Да, спасибо большое, что приглашаешь подписаться. Помимо готовки рыбалки, там еще будет новая рубрика, которую уже, может, кто-то видел, да, это о том, как я строю и вообще открываю свой бизнес. Ну, кто следит за моим творчеством и вообще за мной знает, да, что я покинул компанию Миненко в этом году. Мы не будем говорить о причинах, но они в целом не важны. Но, как бы, задаваясь вопросом, чем заниматься дальше, то есть в целом у меня были какие-то проекты, какие-то идеи, и я иду там по пути, ну, там, где у меня компетенции, да, то есть я люблю рыбалку, я понимаю рыбалку, я понимаю там производство и, ну, в целом, то есть я строю сейчас свою компанию, свой бизнес, то есть я делаю рыболовный бренд. Один из видов продукции, которая будет у меня там в бренде, да, это производство прикормок, ну, в частности, бойлов. То есть я буду строить производство. Карп или фидер? Какое у тебя будет специфика? Или то и другое? Будет то и другое, вот, но производство бойлов, аром, зерновых смесей, я решил построить свое производство, и я буду с вами делиться, как это будет происходить, то есть я буду освещать, какие сложности, какие там бюджеты, с чем сталкиваюсь. Ну, мне кажется, это интересно для аудитории. Я думаю, очень много, потому что сейчас на самом деле очень высокая конкуренция и в сфере производства рыболовных различных прикормок и так далее, и многие, может быть, задумываются, стоит ли этим заниматься, нет, какие подводные камни есть, вот. Я думаю, что очень полезны будут Сашины, как сказать, советы и Сашину, опыт, который он публично транслирует. Возможно, для себя вы какие-то уходы подчеркнете и поймете, нужно ли это вам, не нужно, как начать бизнес с нуля. Да, вот, видео, что я тоже смотрел частично, очень интересно, мне тоже понравилось, ясно. То есть старт в следующем году мы уже увидим, а как название бренда будет? Или это еще секрет, не будем раньше времени палить карты? Ну, бренд еще в разработке, вот, есть уже какие-то там вещи, типа рыболовная банда, да, которая там ко мне уже там прилипла, потому что я так всегда делаю приветствия, может быть, это будет настолько там понятно для всех, может быть, будет более сложный бренд. На самом деле сейчас бренд в разработке, логотипы в разработке, и, ну, я думаю, что скоро вы об этом узнаете. А что касается освещения вообще, ну, именно этой темы, именно этой рубрики, многие пишут, вот, типа, зачем ты будешь рассказывать, например, там, ты будешь себе конкурентов плодить, ну, и ты прав, да, что в теме, допустим, рыбалки и рыболовного бизнеса, ну, очень мало такого контента. Хотя, например, в других бизнесах, в других сферах такого контента очень много, и я сам с удовольствием часто смотрю какие-то видеоматериалы, где там рассказывают какие-нибудь производства, как люди работают на ЧПУ-станках, там, мебельный производство, еще какие-то. Ну, то есть интересные видео, которые ты смотришь, тебе становится вообще понятно, там, мотивируют тебя такие видео, да, ты думаешь, там, в своем пункте бизнесе. Поэтому я в этом плане решил быть открытым максимально и, ну, стараться, чтобы это было, там, полезно, интересно, как бы для вас. Кто захочет пойти по моим, там, стопам, да, и, там, для себя открыть производство, ради бога, вот, потому что, прям, понятно, что конкуренции много, да, ну, ее было всегда во всех сферах, то есть я этого не боюсь. Конкуренты, вообще, компании приходят, уходят, кто-то остается, кто, там, более, там, сильный, более, там, компетентный. Поэтому я считаю, что, как бы, тут моя какая-то сильная сторона, да, моя компетенция, там, это продажи, то есть я, там, люблю рыбалку, я, там, как бы, живу, да, и я умею, там, продавать, я умею общаться с людьми, договариваться, я, там, строю свой бренд, я строю, как бы, ну, бизнес полноценный. И в этом сильная моя сторона, а не уникальности, например, продуктов, там, бойлов, да, то есть вот продукт не такой уж уникальный, то есть когда он был уникальный, когда кто-то первый сделал бойлов, да, и это был уникальный продукт. Да, согласен. А сейчас, на самом деле, это этапы любого товара. Когда-то появилась первая Coca-Cola в жестебанке, это продукт был уникальный. Сейчас там жестебанок много. Платформа, возьми, Рено Логан, например, 10 машин, 10 брендов делаются на этой платформе. То есть нет уникальности продукты. И сейчас, что касается, например, бойлов, ароматики, каких-то таких вещей, зерновой смеси. Но в чем уникальность зерновой смеси? Ее нет. Есть уникальность в бренде. Если ты смог выстроить бренд, сделать хорошее качество, ты знаешь, как продавать, как договариваться с людьми, как с ними устраивать отношения, чтобы это было выгодно всем. То есть в этом как бы сила, а не в том, чтобы посмотреть, какое капелоборудование, поставить такое и что с ним делать. Кстати, это очень много сейчас, особенно молодые карпятники. Очень, скажем, на юге России, в частности, просто они мне ближе географически, поэтому чуть больше с ними общаюсь. Многие тоже сталкиваются с этой историей, покупают промышленное оборудование, скажем так, дорогостоящее катают. Ну, как бы это накатать полбеды, главное, чтобы это еще ловило, это одна история. А даже если это ловят, чтобы как-то выдерживать конкуренцию с другими как бы фирмами, это сейчас достаточно затруднительно. Очень много, понимаешь, там, ну, бойлокатателей условно, да, ну, кто, знаешь, там, ремесленники можно называть таких людей, да, как вот сапожная мастерская, ты открыл, ты сам там работаешь. Очень много производителей, там, у нас местных, например, которые реально, вот они купили какие-то бойломашины, потратили все деньги, сами катают. Ну, это такой бизнес тяжело масштабируемый. Я, как бы, к этому отношусь как бизнесу, то есть у меня есть там финмодель, то есть упаковка оборудования сразу с большими мощностями, там, с персоналом, с помещением и так далее. То есть для меня это бизнес, а не какой-то там кустарный, гаражный как бы цех. Это хорошие бойлы, но это, это как бы ремесленники, да, то есть вот они сами катают, им хватает на жизнь, да, как бы там у них какой-то магазинчик свой есть маленький, да, то есть они там в нем продают. Ну, это, ну, это не бизнес-модель, да, это крафтовый продукт, знаешь, как там крафтовое пиво, например, да, там вот маленькая частная пивоварня и так далее. То есть я подкажу к этому вопросу именно как бизнесу, то есть у меня просчитаны финмодели, ну, там затраты большие, инвестиции большие на оборудование, на команду, вот, поэтому хочу сделать хороший продукт, чтобы он был адекватный по цене в рынке, рабочий, понятный, брендовый, то есть вот простые, понятные, такие вот бизнесовые. Благие цели. Здорово. Вот, я надеюсь, что этим небольшим рассказом мы, возможно, отдали, заинтересовали кого-то и дали толчок к тому, чтобы в России, в нашей стране было много производителей разных, желательно качественных, успешных, для того, чтобы у нас было больше рыбаков. Вообще это здорово, здорово, когда в стране появляются в различных сферах различные производители достойные, здорово, когда они находят своего клиента. Поэтому Саше пожелаем всяческих успехов, поблагодарим его за то, что он пришел к нам в нашу воображаемую и невоображаемую студию. Еще раз спасибо всем за просмотр, обязательно оставьте комментарий, поставьте лайк под этим видео, перейдите к Саше на канал, еще раз ознакомьтесь с его рецептами бизнес-моделей, с рецептами кулинарными, с рецептами приготовления прикормки. Какие у тебя еще, Саша, есть рецепты? Вообще, на самом деле, пишите комментарии, что бы вам хотелось, чтобы я еще сделал. Еще хотел сейчас бургерную, это отдельная бизнес-модель, и мы ее рассматриваем. Эта мысль у меня в голове крутилась очень сильно, на самом деле, очень круто, действительно, когда ассоциативный ряд такой с продуктом, человеком, качеством и позитивными эмоциями, это здорово, на самом деле. Кстати, на водоеме Клондайк есть ресторан, насколько я помню, там нет бургеров. Кто не знает, водоем Клондайк в Краснодарском крае находится, один из самых, на данный момент, комфортных, удобных, отличных водоемов на юге России, платников. Небольшой средний вес рыбы, крайне высокая плотность, отличная инфраструктура. Мне кажется, коллаборацию с Клондайком и Санчесбургером я буду очень сильно ждать в следующем сезоне, это от меня просьба-пожелание. Не, шутки шутками, но я всерьез рассматриваю открытия Санчесбургерные, вместе с рыболовным магазином, кстати, как он такой формат. Представляете, магазин фирменный, Санчес, там, Бейтс, например, да, рядом бургерная, и непонятно, куда будут люди больше идти, в бургерную или в магазин. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк и всем спасибо за просмотр, еще раз мы говорим. И просьба, напишите, пожалуйста, в комментарии, помимо добрых, позитивных слов Александру с пожеланиями самого лучшего для его будущего бренда, пока не названного, но обязательно будет. Кого еще вы хотели бы увидеть в нашей студии, с кем бы вы хотели записать интервью? Это могут быть рыболовы в сфере карфишинга, нам они близки, понятны, поэтому оставляйте комментарии и ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр, пока! Всем пока! Дорогие друзья, поздравляем вас с наступающим новым 2024 годом специально для подписчиков нашего YouTube канала. Мы решили сделать небольшой розыгрыш трех комплектов нашей продукции, которая поможет вам в ваших рыбалках в новом 2024 году. Условия конкурса будут просты, победителей мы объявим на нашем стриме. Для того, чтобы участвовать в нем, вам нужно всего лишь быть подписанным на наш YouTube канал, поставить лайк под этим видео и написать любой комментарий. Ждем вас всех на нашем новогоднем стриме. Удачи!